Как увеличить урожай? Мы постоянно меряем, сколько же накопилось у нас осадков и смотрим, плохой год 60-80 мм, нормально это где-то 140 мм и задается вопрос, что эффективность использования влаги, которую нам Господь Бог дает, это где-то там 25%. Почему так происходит? Что мы видим здесь? Экскаватор. На самом деле не экскаватор рыл, а лопата, вы видите? Разбудила Роман! Мы видим разный состав почвы. По-крупному смотрите, есть два очень четких горизонта. Вот один горизонт и другой горизонт. Вот этот горизонт это глина. Скажите мне, глина очень быстро накапливает влагу? Нет. А накапливает ли она вообще влагу? Она накапливает влагу. Она очень медленно накапливает влагу и также медленно отдает эту влагу. Растение наше питается в основном вот в этом слое, но влагу она тянет из этого слоя. Наша задача как можно глубже опустить эту влагу и полностью использовать вот эти крышушки. Да, теперь, все мы сталкиваемся и во всяком случае слышали с таким процессом, как потужная подошла. Кто мне скажет, что это такое? За счет чего он у нас происходит? За счет обработки. Постильные обработки в одном и том самом деле. Вы честно верите в это? Нет. Нема такой у нас. Вот если мы посмотрим, я просто сейчас сухой вот это вот застараюсь. Вот эта вот площадь, где мы с вами находимся, 20 лет вообще не видела никакой обработки. Соответственно, потужная подошла, она формируется и мы с вами будем сейчас за 4 минуты это все делать. Вы все это увидите как. Подплужная подошла хоть она и называется от слова плуг, но реально это не орудие делает какое-то уплотнение. Оно влияет на уплотнение. А это влага абсолютно... Полевидную структуру промывает. И что происходит? Когда дождь идет сюда и если у нас структура почвы нарушена, полевает эта структура, мул по капиллярам забивается сюда и где-то он останавливается. И вот этот мул, он как склеющее вещество, на каком-то уровне останавливается и становится вот этот уплотняющий слой. Причем, почему он именно останавливается на том слой, на котором мы, на какую глубину мы обрабатываем? Именно структуру мы как раз измельчаем вот в этом вот слой. И здесь вот он останавливается. Соответственно, наша с вами задача. Вот дождичек, который идет, пропустить его, чтобы эта глина постоянно имела как аккумулятор под зарядку этой влаги. И вода нам тогда всегда будет достаточно. И не важно, какая там засушивая, не засушивает этот год, нам этой влаги растению в принципе хватит. Там засушивая, не засушивает этот год, нам этой влаги растению в принципе хватит. Низ траншеи выстилаем ветками, оставшимися после обрезки старого сада. Музыка Музыка Выкопала компостную яму на 4 куба или яму под грядку Хольцера. Дно конус. Глубина в самом глубоком месте посередине ямы 132 см. Буду заполнять ветками, травой и землей. Листья не вянут, даже в жаркий полдень. Музыка Выросло около 20 дынь весом до 5 кг и один арбуз весом до 10 кг. И это всего на 4 квадратных метрах. Без полива Там, где раньше ничего не росло с поливом, потому как почва глина с содой. Содовый солончак, СПА-Х10. Музыка 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 Музыка